Будущие студенты, прежде чем определиться с планами на жизнь, должны получить актуальные сведения о вступительных экзаменах, баллах при поступлении и других аспектах, которые могут им пригодиться при подаче документов. Департамент по информационной политике организовал второй трехдневный онлайн-марафон прием КФУ, где представители каждого из 17 институтов и юридического факультета Казанского федерального университета рассказали о том, как стать частью большой семьи выбранного направления. 23 мая онлайн-марафон завершился. Сегодня у нас последний завершающий день нашего онлайн-марафона, но не завершающий по смыслу. Сегодня у нас очень много институтов, разберем все нюансы приемной кампании 2024 года, ну а по традиции в это утро с нами Александр Анатольевич Бибик, ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета. И я так перетянул одеяло на себя, я знал, что Арина хотела что-то сказать в это утро тоже вам, дорогие абитуриенты. Доброе утро, дорогие друзья. Я, как обычно, напоминаю, что в этом году наш Казанский университет празднует 220 лет с дня своего основания и все ребята, которые станут студентами в этом году, нашими студентами, смогут поучаствовать во всех мероприятиях, которые будут организованы в честь этого замечательного, прекрасного, большого и красивого юбилея. На вопросы абитуриентов в первый день отвечали представители Института международных отношений, Юридического факультета, Института геологии и нефтегазовых технологий, Института управления экономики и финансов, Института физики, Института экологии и природопользования. 22 мая на самые популярные вопросы ответили представители Института вычислительной математики и информационных технологий, Набережной Челнинского института, Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, Института психологии и образования. Ключевым гостем стала проректор по образовательной деятельности вуза Екатерина Турилова. 23 мая рассказали о своей деятельности представители Химического института имени Бутлерова, Института фундаментальной медицинной биологии, Института математики и механики имени Лобачевского, Института информационных технологий и интеллектуальных систем, Института филологии и межкультурной коммуникации и Института дизайна и пространственных искусств. Представители институтов рассказали о новых направлениях, условиях обучения и проживания, проходных баллах, особых условиях, рубежных датах и научной и студенческой жизни. А зрители, в свою очередь, смогли получить подарок в виде эфирного мерча вуза за самые лучшие вопросы спикером. За самые, во-первых, большие, я бы сказала, самые актуальные и интересные, необычные креативные вопросы у нас получает мерч от Казанского федерального университета «Барабанная дробь». Алия Арсланова получает первый рюкзачок, но не пустой, естественно, как мы выяснили. И Зарина Гатаулина, собственно, что очевидно. Вы получаете от нас замечательный мерч от Казанского федерального университета. Я вас с этим, в общем-то, искренне поздравляю. Спасибо за ваши интересные очень вопросы. Трансляции, пусть и завершенные, можно посмотреть в записи в официальном паблике Казанского федерального университета в социальной сети ВКонтакте и узнать для себя множество особенностей, которые потребуются для поступления. Двери вуза всегда открыты, а ждем мы именно тебя. Роман Айошин, Карина Саяхова, Универновость.